Яков Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим про одного из самых великих мудрецов Торы, Раби Акива. В еврейской истории было очень много разных мудрецов, но Раби Акива был особенный и сегодня мы про него постараемся вам рассказать как можно больше В начале своей жизни Раби Акива был простым Акивой, простым парнем, который в 40 лет не умел читать и писать. Представляете, он не знал простую элементарную грамоту, не писать, не читать. Сегодня любой ребенок даже в 5-6 лет уже может и читать и писать, а Раби Акива, к сожалению, его никто не обучил, он этого всего не знал. Итак, этого еще не Раби Акиву, а простого Акиву, 40-летнего мужчину узнала, познакомилась с ним девушка, которую звали Рахель. Теперь это Рахель, она была совсем-совсем не из простой семьи, а она была дочка Кальба Савуа. Кальба Савуа это был один из самых богатых людей Иерусалима того времени. Богач, богач-богач, который занимался благотворительностью. Он всем помогал, он кормил бедняков, он раздавал людям деньги, всем-всем-всем помогал. И вот его дочка Рахель, когда ей нужно было уже выходить замуж, она пришла к отцу и говорит, отец, ты знаешь, вот жених, вот вот этот Акива, вот этот вот простой парень, 40-летний пастух, он и будет моим мужем. На что, как вы понимаете, Кальба Савуа начал ей объяснять, доченька, смотри, ты жизнь не очень понимаешь, как я, я же старше тебя. Когда ты берешь себе кого-то замуж, бери себе, во-первых, образованного, религиозного, чтобы все знал и все понимал, чтобы что-то умел. Этот Акива ничего не умеет, кроме как быть пастухом. Но как ты с ним будешь жить? Чему он научит твоих детей будущих, моих внуков? Я тебе не разрешаю выходить замуж за этого Акиву. Но Рахель, что она увидела в этом парне, в этом мужчине Акиве? Что такого могло привлечь ее богатую девушку из очень богатой семьи захотеть выйти замуж за простого пастуха, который бегает за овечками и кормит животных? Что она в нем разглядела? Говорят нам наши мудрецы в Талмуде, что она увидела то, что не увидел никто, включая ее собственного отца. А она увидела, что у Акивы очень чистое сердце и очень большая душа. В чем это проявляется? В том, что Акива всегда всех прощал, всегда всем помогал. И вся жизнь будущего раби Акивы, она была построена на одной заповеди. Возлюби ближнего, который близко к тебе, твой друг, твой сосед, твой одноклассник. Возлюби его, как самого себя. То есть, точно так же, как мы не хотим, чтобы нас обижали. Точно так же, как мы хотим, чтобы нам помогали, делай все это для своих друзей, для своих братиков и сестричек, для своих родителей, для всех людей вокруг. И раби Акива, когда он еще не знал Тору, а мы вам скоро расскажем, что с ним стало вот в процессе его духовного развития, развития его духовного пути. Пока он не стал раби Акивой, раввином всего Израиля, всего еврейского народа, он уже тогда, когда еще не умел ни читать, ни писать, он уже тогда обладал великой душой и очень большим сердцем. Он всегда всем помогал. И когда он был простым пастухом, это совсем не так. Это не совсем простой пастух, а это человек, который весь день помогает животным. А животные, они слабые, они беспомощны иногда, им нужно помогать. Кто-то там овечка упала, нужно ее поднять, отнести к ветеринару, кому-то по какому-то животному защитить, помочь, накормить и так далее, и так далее. То есть раби Акива, когда он еще был Акивой, он всю жизнь помогал животным и людям, животным и людям, любому, кто слабее, чем он, любому, кто нуждается в чем-то, что Акива может ему дать. Он всем-всем помогал. И вот это увидела в нем Рахель. И она сказала, отец, и она сказала себе и всем остальным, кто с ней спорил. Если есть человек, который готов настолько помогать людям, и там Талмуд рассказывает, как он умел всех прощать. Это называется ладун лека взхуд. Всегда, когда человек совершил какой-то поступок, и тебе кажется, что поступок не очень хороший, но у тебя есть возможность объяснить себе, что поступок на самом деле хороший. Он тебе что-то сказал неприятное. Так, может быть, он сильно устал, может быть, ему поставили плохую оценку в школе, может быть, его обидели. Пойми, что в принципе, может быть, он этого не хотел сделать, а у него так вышло, потому что у него сегодня очень тяжелый день. Это называется ладун лека взхуд. Всегда, любой поступок, даже который кажется не совсем хорошим, стараться понять, почему человек его совершил, и стараться всегда судить в лучшую сторону. И Раби Акива всегда судил всех в лучшую сторону. И Рахель увидела это в Раби Акиве, что раз человек готов так помогать людям, готов всегда искать в людях только добро, готов прощать, это уже является большим-большим фундаментом. Фундамент – это основа. На этой основе можно строить. И этот Акива когда-нибудь станет великим Раби Акивой. И Рахель это понимала. И когда ей отец говорил, возьми себе программиста, возьми себе Равина Великого, мы же самая уважаемая семья в Иерусалиме, бери замуж, кого хочешь. Но сказала Рахель своему отцу – нет, вот этот Акива, он станет тем великим Равином. И она вышла замуж, хотя отец от нее отказался и сказал, помогать тебе не буду. И они поженились с Акивой. Они жили в большой-большой нищете, но она знала, что из-за того, что Акива обладает такой великой душой и такими хорошими качествами, он в любом случае будет большим знатоком Торы. А откуда мы знаем, что, чтобы знать Тору, нужно обладать великой душой? Откуда, где мы это видим? Потому что, дорогие друзья, кто был самый великий мудрец? Кто был самый большой пророк, самый великий мудрец? Это был Муше Рабейну, наш учитель Моисей. Что мы про него знаем? Что он поднялся на гору Синай, и фактически он был на небесах, он туда поднимался три раза по 40 дней, 120 дней. Муше Рабейну был на небесах. И Тора в недельной главе Шмот, в книге Шмот, она хочет нам рассказать, почему Муше, почему именно он сумел подняться на небеса ко Всевышнему, получить Тору и потом обучить Торе весь еврейский народ. Что это был за человек? Он был самый умный? Тора говорит нет. Тора про это не говорит, про его великий ум. Он был самый сильный? Нет, Тора тоже про это не говорит. А какие вещи нам Тора показывает, что помогли Муше Рабейну подняться на гору Синай, и спустить Тору, и стать великим-великим мудрецом? Какие у него были качества? Говорит нам Тора, в письменной Торе мы знаем, что это очень сжато, очень все вкратце. И что нам Тора вкратце про него говорит, про Муше Рабейну, самого великого пророка, что нам Тора рассказывает? Пару-пару эпизодов. Первый эпизод, что когда он жил во дворце у фараона, и он имел все, он был самый богатый, и в принципе он мог жить припеваючи. Но Муше Рабейну увидел, как на улице какой-то египтянин избивает еврея, и он пошел и заступился за этого еврея. И сказал он египтянину, не трогай его, почему ты его трогаешь? Просто так пошел вон, и он его наказал. Он спас этого еврея, несчастного раба. Принц, который живет во дворце у фараона, спасает раба — это великое качество добра, это великое качество сочувствия. Это первый эпизод, который нам сказала Тора про Муше Рабейну. Второй эпизод. Муше видит, как два еврея ссорятся. И когда один замахнулся, ударит другого, Муше ему сказал, не трогай его, ты что? Нельзя бить друг друга, помиритесь. Второй эпизод, который показывает, что Муше ему не все равно, кто-то ссорится, кого-то обижают, он всегда хочет помочь тому, кто слабее, и всех помирить. Третий эпизод, который нам говорит Тора, что пришли девушки-пастухи напоить своих овец, это были дочери и Тро, и там будет потом среди них будущая жена Тепора, будущая жена Муше. Они пришли, и их начали обижать, и он тоже их спасает. Вот три коротеньких эпизода, которые нам Тора говорит, кем был Муше Рабейну, почему он удостоился. Он удостоился стать великим пророком, потому что он всегда всем помогал, он всегда заботился, и всегда у него было сочувствие к другому, и великая доброта, чистое сердце. И Рахель знала этот секрет, и она понимала, чтобы стать великим в Торе, нужно иметь чистое сердце. И это чистое сердце было также у Акивы, который стал в процессе Раби Акивы. Она увидела в нем эту чистоту, и она на сто процентов была уверена, что ты, Акива, станешь великим-великим раввином, потому что у тебя есть фундамент, это твоя чистая душа, твое чистое сердце, и она даже пошла на конфликт со своим отцом, отказалась от всех денег, от всей помощи, от наследства, ради того, чтобы быть с этим великим человеком, который потом станет Раби Акивой. А теперь, дорогие друзья, минутка музыки, караоке. Слушаем музыку, учим слова, поем и наслаждаемся пением. Субтитры создавал DimaTorzok Все мы люди живем и в этом мире, должны мы все стараться друг другу помогать. Все мы люди живем и в этом мире, должны мы все стараться друг другу помогать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все мы люди живем и в этом мире, должны мы все стараться друг другу помогать. Все мы люди живем и в этом мире, должны мы все стараться друг другу помогать. Все мы люди живем и в этом мире, должны мы все стараться друг другу помогать. Все мы люди, живем мы в этом мире, должны мы все стараться друг другу помогать. И перед Акивой предстала картина, он увидел, что вода капает на камень, и это происходит постоянно, монотонно, капля за каплей, капля за каплей, и вода капает на камень и капает, капает и капает. И Акива понимает и видит, что вода точит камень, твердый камень, который сам по себе практически невозможно разломить, но проходит много времени, и вода может точить камень, твердый камень, который может быть только твердым. И Акива понимает, что если даже камень можно с помощью монотонной работы точить, то огонь Торы и святость Торы может раскрыть его сердце, может раскрыть его огонь души, и он может стать праведным евреем, он может стать образованным евреем, и даже более того, он может стать рабе Акивой. Акива 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 Вет Гимель, Далет, Хей, Ваф, Зайн, Хет, Тет, Йот, Кав, Ламет, Мем, Нун, Самех, Айн, Бен, Цадиков, Рейш, Шин, Тав. Акива начинает изучать Тору. Под словом Тора прежде всего подразумевают Хумаш, Пятикнижие Моисеева. Но в глобальном смысле, когда мы с вами говорим слово Тора, мы имеем в виду не только Пятикнижие, но и всю совокупность нашей традиции, в которую входит прежде всего письменная Тора, Хумаш или Пятикнижие Моисеева, устная Тора, прежде всего имеется в виду Талмуд и Мишна, а также Кабала и Хаседут. И вот под словом Тора мы имеем в виду всю совокупность еврейской традиции. Устная Тора, письменная Тора, Кабала и Хаседут. Письменная Тора разделена на главы. И каждую неделю мы с вами учим ту или иную главу. Таким образом, Х-Симхат Тора, то есть за целый год мы изучаем все Пятикнижие, всю письменную Тору. Также есть традиция изучать Талмуд. И за семь лет есть традиция изучить весь-весь Талмуд. Это большое количество информации, это много размышлений наших мудрецов. И изучая Талмуд, мы раскрываем свой потенциал, мы расширяем наши знания. И это нам помогает быть умными и решать любые вопросы, как говорят раввины. Хаседут или Кабала — это скрытая часть Торы, глубокая часть Торы. Глубокое понимание про мир, про людей, про евреев, про наши взаимоотношения со Всевышним. Про то, чего Он от нас ждет, как лучше Ему служить, как лучше соблюдать заповеди и каков смысл этих заповедей. Всецело изучая всю нашу традицию, всю Тору, и устную, и письменную, и скрытую часть ее, мы становимся настоящими евреями, мы становимся богатые душой. И это приносит в нашу жизнь смысл, радость и успех. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Акива, который был неграмотным до 40 лет, но который начал учиться, понял, что нужно учиться, он понял, кем ему нужно стать в жизни, он раскрыл свой потенциал, и он стал рабе Акивой. Он стал мудрецом, возле него появилось 24 тысячи учеников. И вот после долгих лет труда и учебы, простой пастух Акива, который не умел читать и писать, стал образованным евреем, стал праведным евреем и стал рабе Акивой. Вокруг него было 24 тысячи учеников, которые были праведными, которые были образованными, и все это из того момента, когда Акива понял, кем ему нужно быть, когда он раскрыл свой потенциал, когда он понял, что ему нужно учиться, что это очень важно. И благодаря этому событию вокруг него появилось 24 тысячи учеников, еще много евреев с огнем в душе, которые тоже после себя оставили учеников. И это очень важно понимать, что нужно раскрыть свой потенциал, насколько каждое событие имеет ценность, насколько нужно прежде всего быть образованным евреем и знать, как учиться, уметь учиться и уметь заряжать огнем, торы огнем святости окружающих. А теперь мы с вами подошли к самому интересному. Мы вам рекомендуем делать три добрых дела в день. Три вещи, которые не так сложны, но очень важны, и таким образом вы будете применять на практике любить близких людей, уважать их, дорожить ими. Эти три дела могут быть самыми простыми. Можно сказать что-то доброе близким людям, близкому другу, подруге, помочь маме что-то, помочь папе что-то, братьям или сестрам. Сделать что-то доброе, сделать что-то хорошее. Это можно придумывать что-то самому. Это можно сказать какой-то комплимент, это можно сделать доброе какое-то дело, какую-то услугу, кому-то помочь. Может быть даже добрый взгляд или улыбка, это тоже будет засчитано за одно доброе дело. Итак, договорились, будем с вами делать три добрых дела в день. Что-то простое, что-то несложное, но очень сильно приятное и важное. И вы увидите, что вокруг вас атмосфера будет очень приятной, радостной, и вам это будет в удовольствие. Договорились? Делаем! А теперь, дорогие друзья, уникальная викторина. Смотрим, отвечаем на вопросы. Сколько лет было Рабе Акиве, когда он пошел учить Тору? 50, 40, 30 или 100? Правильный ответ – 40. Как звали папу Рахель, жена Раби Акивы? Карабас, Кальбасавуа, Моше или Антон? Кальбасавуа! Сколько учеников было у Раби Акивы? 100 тысяч, 24 тысячи, 1000, 24. Правильный ответ – 24 тысячи. Сколько книг в Пятикнижии Моисеевом? 3, 2, 5, 10. Правильный ответ – 5. Какую заповедь Раби Акива считал самой важной? Шаббат, всех прощать, не укради, любить ближнего. Правильный ответ – любить ближнего. Седьмой день недели, Шаббат. Сколько раз в месяц мы его отмечаем? 3, 4, 5 или всегда по-разному? Правильный ответ – всегда по-разному. Как называется шапочка, которую носят евреи? Кипа, ушанка, бейсболка, носок. Правильный ответ, конечно, кипа. На сколько лет Раби Акива ушел учиться? На 24, 10, 5, 50. Правильный ответ – 24. Если вода долго капает на камень, что она с ним делает? Поет, моет, точит, ничего. Правильный ответ – точит. Кто был первый еврей? Акива, Моше, Авраам или Адам? Правильный ответ, конечно, Авраам. Сколько лет евреи ходили по пустыне? 20, 40, 1 или 100? Правильный ответ – 40. Сколько букв в еврейском алфавите? 22, 10, 50, 3. Правильный ответ, конечно, 22. За какое время мы прочитываем все пять книг Торы? За год, полгода, месяц или за неделю? И правильный ответ – за год. Чтобы достичь цели, нужно ничего не делать, кушать конфеты, много прыгать или много работать. И, конечно, правильный ответ – это много работать. Кого нужно очень сильно любить и уважать? Животных в зоопарке, голубей, соседей или родителей? Ну, конечно, родителей. Мы с вами изучили историю Раби Акивы. История начиналась очень тяжело. Он не умел читать, писать и учиться. Но он знал свой потенциал, он верил в себя. Но еще, что самое главное, в него верила его жена. Она убедила его, что он может учиться, и он может достигнуть невероятных больших успехов. Таких успехов, что у него появилось 24 тысячи учеников. Это самая большая ешива за все время. И Раби Акиву и его жену в конце приняла сторона отца, его жены Рахель. И он отменил свой обет, сменил свой гнев на милость и начал очень уважать своего зятя. Поскольку он сам себя уважал, его уважали его ученики. И таким образом он стал известным, уважаемым, большим человеком в еврейском мире. Каждый из нас может и должен верить в себя, должен раскрывать свой потенциал. Каждый из нас в чем-то очень хорош, очень талантлив. Только нужно понять, в чем этот талант, раскрыть его в себе, поверить в себя. И Всевышний в этом обязательно поможет. Нужно изучать Тору, нужно раскрывать в себе огонь Торы. И тогда все обязательно получится, и вы все сможете, и вы все добьетесь с помощью Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok